Доброе утро! Сегодня у нас предпоследняя лекция в этом семестре и тема это шаблоны в языке C++. Мы уже сталкивались с шаблонами и даже иногда с не совсем простыми, но сегодня у нас лекция специально для этого выделена и мы поговорим о них чуть побольше. Что такое шаблоны и зачем они нужны? Ну, нужны они, чтобы избежать ручного копирования кода. А являются они просто фактически заготовкой какого-то кода на C++ и в этой заготовке есть параметры места, которые оставлены для установки конкретных аргументов. И когда в вашей программе какой-то шаблон используется уже с конкретными аргументами, то компилятор не делает никакой магии, он просто берет заготовку, копирует ее, подставляет туда параметры и компилирует. И все. Это на самом деле похоже на макросы, но ключевое отличие здесь в том, что макросы подставляют припроцессор и припроцессор делает просто текстовую подстановку. Ну, об этом мы говорили. Также в макросах нет никакого контроля над тем, чем являются параметры макросов. Это просто какой-то текст, который подставляется. И таким образом вы, например, можете формировать новые токены языка, о чем мы опять же говорили. То есть, например, сформировать имя какой-то функции из кусочков. С шаблонами, с одной стороны, так нельзя, поскольку параметры, они очень ограничены в своих возможностях. Собственно, у шаблона могут быть параметры типа и параметры значения. И все. Ну, еще можно сказать, что у него могут быть параметры шаблонные типа, но это на самом деле скорее подмножество параметра типа, на мой взгляд. И шаблон — это уже не текстовая подстановка. Скорее всего, компилятор, по крайней мере, сделал какой-то синтаксический анализ шаблона до того, как его подставлять куда-то. При этом он, конечно, не выполнял каких-то проверок, зависящих от параметров, поскольку это еще нельзя делать. Но, тем не менее, это уже не текстовая подстановка. И вам гарантировано, что у вас не получится некорректного текста на языке C++ после подстановки шаблона. То есть, если вы правильно написали ваш шаблон, опять же, поскольку вариантов, какие параметры туда можно передавать, очень мало, то написать корректный шаблонный код гораздо проще. То есть, это фактически корректный текст программы на языке C++, или кусочек программы, точнее, в котором есть просто некоторые типы, которые еще неизвестны, и, может быть, какие-то константные значения, которые еще неизвестны. И все. Все остальное — это полностью сформированный, корректный текст программы на языке C++. Поэтому шаблоны гораздо более безопаснее макросов и гораздо удобнее макросов. Правда, я скажу, что сообщение об ошибках намного лучше, чем сообщение об ошибках, которые возникают в результате некорректного использования макросов, но все-таки лучше немного, поскольку если есть какая-то проблема с макросами, то припроцессор ее не заметит вообще. компилятор будет смотреть на текст, который вы не видите, поскольку он сформирован на промежуточном этапе. С шаблонами не так. Вы видите этот текст, точно такой же текст, который видит компилятор. И сообщения об ошибках, хотя могут выглядеть страшно, непонятно и быть очень большими, но тем не менее в них можно разобраться. Они достаточно структурированы. Вот. То есть можно сказать, что шаблоны — это более безопасные и более хорошие макросы. Ну, некоторые вот обычно нелюбители языка C++ называют их макросами на стероидах и говорят, что это фигня, а вот дженерики в Java и C Sharp — это гораздо более мощный механизм. Тут надо, наверное, сказать пару слов о том, что шаблоны — это не дженерики из Java, поскольку вы-то с Java знакомы и зачастую гораздо лучше знакомы, чем C++, то у вас могут возникнуть неправильные ассоциации, как и с некоторыми другими механизмами, которые похожи, но различаются. Так вот, дженерики в Java, ну, как, по крайней мере, я понимаю этот механизм, я с Java не имел дела, наверное, лет 15. И мелто я с ней делал, когда еще там дженериков не было. Но, как я понимаю этот механизм, это на самом деле просто некоторые ограничения типов, которые вы описываете в своей программе, которые проверяет компилятор, но потом они исчезают из байкода, который Java и компиляторы генерируют. И уже в самой скомпилированной программе уже не остается вот всех этих параметризованных типов и тому подобное. А безопасность и корректность достигаются именно проверками компилятора, которые он делает на этапе компиляции. То есть здесь немножко другое. Здесь происходит такая трансформация кода или, как это еще говорят, стирание типов. Если у вас, например, там был какой-то обобщенный контейнер, и вы там его используете с какими-то типами, то эти типы будут проверены на этапе компиляции, а вот в байт-коде их уже не останется. Шаблоны — это другое. То есть шаблоны — это просто подстановка кода на этапе компиляции, превращение его в обычный код на C++, и дальнейшая компиляция. То есть там типы как раз никуда не деваются. Какие параметры типа, например, подставились в конкретной инстанциации шаблона, такие будут скомпилированы. То есть шаблон — это еще не финальный код, это заготовка. Соответственно, к шаблонам не применяются такие требования, как ODR, потому что шаблон — это еще не настоящий код. И шаблонную функцию, например, можно разместить в заголовочном файле, и совершенно не страшно, что этот заголовочный файл может быть включен в разные единицы трансляции. Шаблонная функция еще не будет компилироваться в функцию. А вот когда шаблон будет компилироваться, точнее, когда он превратится уже в настоящий код, это называется обычной инстанциацией. То есть когда вы где-то в коде используете шаблон, поставляя туда конкретные параметры, конкретные аргументы, там происходит инстанциация. Компилятор смотрит на текст шаблона, генерирует нужный код и компилирует его. И вот интересно, что при этом все шаблонные сущности ведут себя подобно, например, inline-функциям или же подобно функциям, которые определены в определении класса, которые неявно являются inline. То есть, например, если вы в заголовочном файле определите функцию, обычную, не шаблонную, и пометите ее как inline, чтобы избежать нарушения ODR. Заголовочный файл включается в какую-то единицу трансляции. Компилятор должен ее оттранслировать, скомпилировать. При этом он ничего не знает про другие единицы трансляции в этом проекте. Что если этот заголовочный файл будет включен еще во много единиц трансляции? При этом, предположим, что функция оказалась большой, и компилятор считает, что неуместно подставлять ее текст по месту вызова, а надо сгенерировать настоящую функцию, которая будет потом при исполнении машинного кода вызываться как обычная функция. То есть, соответствующая инструкция, предсоответствующая передача аргументов и тому подобное. Компилятор не знает, будет ли в какой-то еще один из трансляции тело этой функции или не будет. Поэтому ему приходится в каждом таком случае, в каждой такой единице трансляции генерировать тело этой функции. Но, а как же ODR? Чем это отличается от того, что если бы мы в заголовочный файл поместили функцию без inline, точно так же ее тело было бы сгенерировано в единице трансляции, и у нас было бы нарушение ODR, если бы у нас этот заголовочный файл был включен в несколько единиц трансляций одного и того же проекта. Этот нюанс лежит за пределами стандартного языка. То есть это уже подробности реализации. Но можно ожидать, что компилятор пометит это тело специальным образом. Что компоновщик, когда встретит несколько таких тел, он будет знать, что они все идентичны. это у нас требования к таким сущностям. Например, если у нас определение какого-то класса попадает в несколько единиц трансляций, то мы обязаны гарантировать, что оно идентично вплоть до каждого токена языка. Компоновщик будет знать, что это идентичные сущности и выберет одну из них наугад. Ну, не наугад, а как ему удобно. И нарушения ОДР не будет. Естественно, можно при этом постараться и все-таки сделать так, что в нескольких единиц трансляции эти сущности будут не идентичны немного. И это уже будет наша вина. Компоновщик это никак проверять не будет. Он выберет просто одну из них. Но это уже уже не имеет, наверное, отношения к теме нашего сегодняшнего разговора. К шаблонам актуально то, что они ведут себя вот подобно inline-функциям, например, если это шаблонная функция. То есть там будет точно такой же механизм и нарушения ОДР не будет. Хотя, возможно, будет в нескольких единицах трансляции, инстанциация одной и той же шаблонной функции с одними и тем же шаблонными параметрами. Будет то же самое, что и с inline-функциями. При этом важный нюанс, что хотя все шаблоны по умолчанию являются inline, специализации, полные специализации шаблонов уже являются не шаблонами. И мы сегодня еще увидим, как делать полную специализацию. И, соответственно, если вы делаете полную специализацию шаблонной функции, помещаете ее в заголовочном файле, то стоит к ней приписать слово inline. Иначе она не будет по умолчанию inline, поскольку она уже не является шаблоном, поскольку все шаблонные параметры уже подставлены, и у вас будет нарушение UDR. Поэтому, возможно, такая есть рекомендация, я ее обычно и придерживаюсь. Все шаблонные функции, там неважно, ну, то есть и шаблонные функции, и их специализации я всегда помечаю как inline. Ну, если они, конечно, за пределами тела какого-то класса находятся. просто для единообразия. Ну, и так, можно сказать, немножко проще. Вот. В чем тут еще можно сказать? Вообще, этот механизм шаблонов, он появился довольно давно в языке, уже больше 30 лет назад, наверное. и он предназначался именно вот для того, о чем я рассказывал. То есть, чтобы избежать ручного копирования кода. Ну, естественно, еще один вариант избежать ручного копирования кода, это внешний кодогенератор, или же использование средств перепроцессора, как мы видели в моем примере про биржевые протоколы. Но шаблоны, это самый удобный способ, когда вам его хватает, потому что, с одной стороны, они достаточно безопасны. И эта корректность шаблонов, она хорошо проверяет с компилятором. Про макросы такое сказать нельзя, про внешний кодогенератор такое вообще сказать нельзя. Насколько хорошо вы его напишите, настолько хорошо он будет работать. Возможно, он будет работать плохо, возможно, там будут какие-то неявные ошибки, и вам будет еще сложнее отлаживать, чем вариант с перепроцессорами и макросами, поскольку это еще одна как-то сторонняя программа, где могут быть свои ошибки. По крайней мере, ошибок в перепроцессоре не должно быть. Ну, вероятность таких ошибок гораздо ниже. Так вот, шаблоны, это, в принципе, самый удобный способ кодогенерации, когда вам его хватает. Но это оказался очень такой мощный способ, который можно использовать для разных вещей. И если изначально у авторов языка была надежда, что реализация всех механизмов языка будет довольно простой. По-моему, Страуструб где-то говорил, что он ставил перед собой цель, когда проектировал этот язык, что в трансляторе языка не должно быть алгоритмов сложнее линейного поиска. Ну, где-то он такую фразу сказал, по-моему. И во многом это получилось. Но вот с шаблонами это не получилось. И шаблоны окружают очень большой объем правил сложных, местами запутанных. Ну, по крайней мере, там очень много появляется новых понятий, очень много правил вокруг этих понятий. Я никогда не пытался все это запомнить. и периодически, когда мне нужно что-то сделать сложное с шаблонами, читаю документацию или спрашиваю стеку overflow. Ну, я, в общем, не ставлю целью себе все это держать в голове. Это, конечно, существенный минус. а еще одно свойство из-за того, что шаблоны получились таким мощным механизмом, это то, что их можно использовать не только для кода генерации. И сегодня мы, наверное, про это тоже поговорим, но чуть попозже. Еще одно интересное свойство, про которое я уже упоминал, но скажу про него еще раз, это то, что если у вас есть шаблонный класс, и если у него есть набор каких-то методов, то не все эти методы будут компилироваться, а именно когда у вас шаблон инстанцируется, то есть когда вы, например, объявляете какой-то экземпляр std-вектор с конкретным типом, происходит инстанциация шаблона std-вектор, но при этом вы используете лишь пару, тройку его методов. Остальные методы даже не будут компилироваться. Если, конечно, где-то еще в других частях вашей программы не заиспользованы эти методы. Это очень важное свойство. Почему? Вы можете std-вектор, к примеру, объявить с параметром типом, который является некопируемым, то есть для которого отсутствуют операции копирования. При этом у вектора есть операции копирования, но они не могут работать, когда он содержит некопируемые элементы. Так вот, это свойство, что не все методы будут компилироваться, если они, точнее, методы будут компилироваться только когда они реально используются, оно здесь нам позволяет избежать проблем. Понятно, что пока вы не используете операции копирования с вектором некопируемых элементов, эти операции не будут компилироваться, ошибки не будут. Если вы попытаетесь в вашем коде их использовать, тогда они попытаются скомпилироваться, будет ошибка. Но это уже нормально. Вы попытались использовать то, чего недоступно. Поэтому это свойство позволяет вам писать одну версию шаблонного класса для широкого спектра параметров. Возможно, не все методы этого класса будут работать для всех вариантов параметров, но пока пользователь про это знает и использует для конкретного параметра только то, что будет работать, все хорошо. Вот. Ну, теперь давайте поговорим, какие шаблоны, в принципе, бывают. Во-первых, бывают шаблоны переменные. Продолжение следует. что мы здесь видим во первых как задается шаблон нужно для него задать шаблонный параметр это делается с помощью ключевого слова template и в угловых скобках задаются параметры их может быть произвольное количество они разделяются запятой при этом они могут быть параметрами типами как вот в первом случае и тогда используется ключевое слово класс или type name разницы никакой я использую класс потому что чуточку короче может быть я не всем прав здесь потому что ну класс вроде значит класс а здесь это просто тип то есть сюда может быть подставлен любой тип корректный тип программы не обязательно сложный тип но я уже так привык вот далее следует определение сущности в данном случае определение переменной я это пометил их как inline const export поскольку обычно все-таки шаблонные сущности размещаются в заголовочных файлах по умолчанию переменные ну на самом деле здесь логика такая же как для функций я все помечаю как inline что ну хорошо про специализации мы поговорим чуть попозже также я их пометил как const export почему все что связано с шаблонами будет разворачиваться на этапе компиляции значит если у нас есть шаблонная переменная ее константная я бы сказал шаблонной переменной ее значение будет известно на этапе компиляции поэтому я так и пометил в принципе можно представить себе вариант не константной шаблонной переменной но это уже более узкий случай обычно все таки шаблонные переменные используются именно для констант что мы здесь еще видим у нас здесь есть какая-то переменная параметаризована типом у нее есть значение false это кажется не очень полезным когда мы дойдем до специализаций это обретет смысл классический пример немножко другой ну ну и так далее я не помню уже всех цифр точнее даже не нескольких первых цифр с числа пи может быть вы помните в чем в этом смысл мы хотим определить константу пи для нескольких типов причем хотим ну очевидно это будет иметь смысл только для типов скорее всего дробных возможно однако у нас будет какой-то сложный тип который инициализируется из double смысл в том что для конкретного типа мы хотим иметь конкретную константу с этим значением ну чтобы например избежать вопроса приведения типов если у нас была одна константа кого-то конкретного типа то очевидно что для ряда операций с другими типами нам бы потребовалось приведение типов здесь но не будет требоваться ну не знаю на мой взгляд это не суперинтересный пример другой пример шаблонные параметры могут быть параметрами значениями для них надо задать тип ну и имя у каждого шаблона параметра будет имя но его тоже можно опустить если вы если вам не нужно в теле шаблона на него ссылаться никак это иногда тоже имеет смысл о чем что мы сегодня еще увидим что здесь происходит переменная сумму будет являться суммы своих параметров соответственно если мы сделаем вот так мы получим число 4 как и ожидали можно здесь сделать немножко сложнее но это лучше наверное оставить до момента когда мы дойдем до специализации пока выглядит не супер полезными эти шаблонные переменные но они нам еще пригодятся и в принципе наверное это все что них можно пока сказать это просто шаблон перемен в данном случае все константа далее у нас могут быть псевдонимы шаблонные псевдонимы типов ну например мы объявим это вот так что здесь происходит мы объявляем псевдоним типом как мы это привыкли делать но у него есть шаблонные параметры в данном случае мы объявляем фактически некоторое множество классов unordered map у всех из них будет фиксированный первый параметр это то есть ключ всегда будет строкой а вот второй параметр у них будет не фиксированный то есть мы можем вот так конкретную мапу объявить то есть это фактически небольшое упрощение для нашего удобства и больше здесь ничего в общем то и нет в шаблонных псевдонимах типов дальше шаблонные функции это уже что-то более интересное что-то более интересное мы из двух значений где тип значений не задан при этом она будет работать для любых типов для которых определена операция меньше это здорово а вот правильно в языке c для таких целей обычно объявляют макросы мы уже говорили что макросы это плохо точнее в большинстве случаев это плохо у нас есть более безопасный более удобный механизм шаблонная функция даже если у нас будут сложные типы до тех пор пока для них определена операция меньше все будет работать кстати вы могли обратить внимание что здесь я не задал шаблонного параметра явно для функции у нас работает вывод шаблонных параметров это будет работать если можно понять по переданному функцию аргументу какой надо выводить шаблонный параметр то есть здесь у нас от параметра t зависит только аргументы функции значит параметр t можно вывести из этих аргументов здесь однако будет небольшая проблема а что есть эти типы будут разные например int и unsigned long как видите компилятор не будет гадать не будет пытаться привести все к одному типу просто выдаст вам ошибку исправить ее просто ну во первых можно использовать одинаковые типы во вторых можно явно задать шаблонный параметр то есть в конкретной инстанциации шаблонные параметры вы задаете после имени шаблона в угловых скобках чуть раньше мы видели наш шаблон псевдоним там было точно так же ну и с переменными тоже было все то же самое вот для функции когда компилятор может сам вывести шаблонные параметры это можно опустить когда не может это нужно указать можно сделать вот так вот и и мы видим какая из строк является с лексикографической точки зрения больше другой ну логично что это первая строка а вот смотрите здесь оба аргумента функции имеют один и тот же тип мог ли я опустить явно указание шаблонного параметра сделать вот так вот я так мог бы сделать но не совсем на самом деле тип это у них разное естественно компилятор не знает что хорошо бы это привести к std string ну на самом деле может быть и не к std string может быть к string view может быть еще к чему то но факт тот что это строковые литералы а частью их типа является их длина хорошо может быть мы схитрим второй у нас был на два символа длиннее первого давайте его укоротим будет ли у нас счастье счастье будет но получили то мы не совсем то что хотели для строковых литералов нет перегрузки операции оператора меньше поэтому тут будет сравниваться скорее всего адреса где они находятся в памяти ну и логично предположить хотя мы не можем на это рассчитывать что второй литерал оказался по адресу более большему чем первый ну вот наверное на вопроса игоря мы уже ответили что если в макс передать 1 и 1 1 там тоже надо будет указать конкретный тип либо будет ошибка потому что литерал единицы это тип int а литерал 1.1 это тип double то же самое ну как бы все то что мы видели на примере двух целых чисел разного типа надо будет явно указывать шаблонный параметр вот почему были выбраны такие типы в сигнатуре ну видимо вопрос почему двойной имперсант а возврат по т ну ну это можно рассмотреть как вопрос с подвохом то есть здесь на самом деле много нюансов в этом вопросе но можно начать с самого простого как передавать аргумент шаблонную функцию тип которого неизвестен предположим у нас более простой пример собственно многие из вас с этим уже сталкивались в реализации всяких классов коллекций куда можно что-то положить какие у нас есть варианты вот такой вариант такой вариант такой вариант такой вариант и такой вариант ну есть еще вариант с константным двойным имперсантом но в нем нет смысла они все будут разные здесь мы затрагиваем такой нюанс как вывод этих шаблонных параметров я не буду углубляться в эту тему поскольку там много разных правил и довольно сложных но если мы рассмотрим первый вариант функции put то t здесь будет всегда выводиться как не ссылочный тип даже если теоретически мы можем туда передать по ссылке ну потому что иначе бы у нас любая шаблонная функция принимала всегда ну практически да нет в общем то всегда уже в данном в нашем текущем состоянии нашего языка она бы тогда всегда принимала по ссылке все аргументы а это не всегда то что мы хотим поэтому вот в первом варианте у нас всегда t будет выводиться как не ссылочный тип то есть будет здесь передача по значению о чем мы говорили то есть будет копировано значение того аргумента который мы передаем далее если у нас какая-то ссылка есть то тип t будет выводиться уже как ссылочный но при этом он будет выводиться независимо от этого амперсанда то есть здесь не обязательно будет в итоге тип t будет выводиться как l-value ссылка но после того как тип t будет выведен у нас будет схлопывание ссылок про то про это мы уже говорили а схлопывание с l-value ссылкой у нас всегда даст l-value ссылку то есть на самом деле во втором варианте у нас всегда будет передача по l-value ссылке предположим у нас других вариантов пока нет давайте дадим какое-нибудь тело этим функциям и кстати вот когда вы углубляетесь в шаблоны то иногда вам начинает хотеться их отлаживать вот для этой цели удобен вот такой макрос он не стандартный он есть только в gcc и в кланге он вам помогает потому что тут будет напечатана на самом деле уже сигнатура функции которая будет инстанцирована то есть вы увидите конкретное значение вашего шаблонового параметра давайте здесь напишем еще чтобы их как-то различить так мы здесь напишем 2 хорошо так мы уже сможем на это посмотреть вот предположим мы вызываем put вот так какой у нас вариант будет выбран вариант 1 во первых что важно эти два варианта являются разными с точки зрения компилятора то есть у нас не будет ошибки неопределенности то есть варианты разные компилятор выбирает первый из них также мы кстати видим вот как против функций работает то здесь мы видим что у нас был выбран первый вариант и tpt был выведен как int ну да на самом деле эти числа можно было и не печатать мы и так увидим какой вариант будет выбран но не суть важно артем все уговаривает нас перейти на 20 стандарт я согласен что 20 стандарт должен стать удобнее и лучше но опять же я на него еще не перешел поскольку для меня c++ это просто такой вот рабочий инструмент который я пользуюсь по работе а вот какого то такого вне рабочего интереса у меня к нему большого нет ну когда то у меня возможно был такой вот интерес к разным языкам но сейчас мне программирования хватает на работе да нет я не говорю что артем вы неправильно нам подсказываете вы молодец вы обогащаете это наши наши лекции вот да в 20 стандарте как раз эта тема шаблонов и их применение она стала лучше то есть некоторые вещи про которые мы сегодня например еще поговорим я надеюсь если успеем они уже в 20 стандарте не стали не так актуальны и там те же эффекты достигаются проще чем мы их попытаемся достичь сегодня но вернемся к нашим к нашим функциям а как же нам получить вызов второго варианта нам нужно чтобы у нас было однозначно ссылочное значение я думаю я не знаю я вот так у нас функция f принимает значение по ссылкам дальше его передает как вы думаете какой вариант f будет здесь вызван f то у нас не шаблонная да почему потому что мы передаем туда литерал да но на самом деле у нас значение литерал это прочтется и у нас будет еще один шаг у нас будет материализация поскольку у нас а здесь происходит связанное со ссылкой у нас будет объект в памяти будет временный объект а временный объект у нас связывается с константной l-value ссылкой или с любой r-value ссылкой поэтому из этих вариантов будет выбран один совершенно верно а вот здесь у нас уже началась неоднозначность то есть видите что здесь происходит нас есть два кандидата который принимает по значению который принимает по ссылке причем передаем это константную ссылку ее можно передать дальше по значению а можно вывести t как констант и передать тоже по константной ссылке если мы в f передадим вот так вот то ну надеюсь понятно что будет вызван второй вариант поскольку x является не константным значит наиболее подходящая ссылка является не константной l-value ссылкой по-прежнему неоднозначность да действительно мы можем значение просто скопировать передать его дальше по значению кстати здесь у нас еще проблема в том что у нас вот здесь тоже будет инстанцироваться шаблон ну ладно продолжим мы это вот уберем чтобы было нагляднее видно чтобы у нас было только одно сообщение об ошибке вот здесь по-прежнему у нас неоднозначность но t уже во втором случае выводится как тоже как int то есть у нас будет передача уже по не константной ссылке поэтому иметь рядом два таких варианта который принимает по значению и по ссылке не очень удобно то есть вам придется ну например явно здесь указывать что вы хотите передавать по ссылке тогда будет все хорошо хотя нет как видите с шаблонами больше сложностей тут мы явно указали шаблонный параметр и правила вывода шаблонных параметров не будет использоваться поскольку никакого вывода не будет при этом в оба шаблона можно в общем-то ссылку подставить без проблем как видите в первый вариант просто подставляем int ну ссылку в качестве t у нас будет lvalue ссылка во втором варианте мы тоже в качестве t подставляем ссылку у нас будет схлопывание ссылок и опять lvalue ссылку и опять компилятору не выбрать беда поэтому конечно обычно рядом два варианта ссылочный не ссылочный случай шаблонов не размещают хорошо тоже у нас вот первого варианта нет чем от вот этого варианта отличаются 3 4 если мы посмотрим сюда ну тут мы уже можем это убрать так но я же кажется убрал да все правильно я просто смотрю не в то место в терминале да у нас уже все стало хорошо зачем нужны варианты 3 4 во первых вариант 3 может быть может вам пригодится если вы хотите различить между константами и не константами пока уберем вариант 4 и так у нас выбирается второй вариант по прежнему почему потому что функции fx является не константным соответственно связывание ближе к не константному варианту а вывод параметра он компилятором осуществляется тоже наиболее близко к тому к чему надо вывести поэтому выводится просто int в качестве параметра t а что если мы сделаем вот так у нас будет уже выбираться вариант с константным с константной ссылки почему потому что он более близкий мы с временным объектом можно связать только константную ссылку здесь у нас ссылка обязательно константный будет то есть здесь уже ты не будет в адрес к константам будет сразу риск как констант как не константный потому что у нас здесь уже есть конст а что если бы у нас не было этого варианта а что если бы у нас не было этого варианта тогда у нас была бы ошибка компилятор не решается здесь уже вывести констант в качестве т поскольку возможно это не то что мы имели в виду хотя гипотетически мы могли явно заказать такой параметр у нас бы все сработало вот мы здесь явно задали что t это констант соответственно у нас здесь стала константная ссылка она связывается с временным объектом все хорошо но если так не делать то нет соответственно варианты 2 и 3 могут существовать рядом и могут быть удобны чтобы различать ситуации когда передается константный объект когда придется не константный объект при этом ссылка будет в обоих случаях l вели за счет схлопывания ссылок то есть принципе здесь мы могли бы задать явно ссылочный тип нас бы все это не совсем бы так сработало поскольку у нас все равно эти шаблоны эти шаблоны они не являются достаточно подходящими когда нужен вариант 4 когда мы хотим еще различить дополнительно ситуацию временного объекта потому что в вариант 3 можно передать постоянный объект который является ну который передается по константной ссылке не временный объект а можно передать временный объект но вот вариант 4 получится передать временный объект но опять же тоже будут нюансы вот так у нас выбирается вариант 4 все хорошо немножко усложним наш пример сделаем вот так вот у нас так уже было у нас выбирался вариант номер 2 он нас по-прежнему будет выбираться а что если мы уберем эти варианты 2 и для начала наверное только 2 какой вариант будет вызван у нас будет вызван вариант 4 почему потому что в качестве t туда можно подставить как видите неконстантную ссылку на int дальше произойдет схлопывание ссылок у нас получится неконстантная ссылка на int и это будет вариант более близкий чем вариант с константной ссылкой в результате можно в принципе убрать все варианты кроме последнего и он будет вызываться во всех случаях видите во всех случаях вызывается наш последний вариант только в него подставляются разные шаблонные параметры которые выводятся автоматически зачем тогда нужны другие варианты может быть всегда вот такой вариант можно делать и если вам нужно как-то принять ваш аргумент функции неважно как то да можно всегда использовать вот этот вариант если же вам становится важно различить разные ситуации когда у нас есть неконстантная l-value ссылка когда у нас есть обязательно r-value ссылка то возможно вам понадобится сделать вот эти несколько вариантов тогда будет выбираться первые вот варианты 2 и 3 будут оттягивать на себя явные случаи явные случаи вариант 4 будет таким универсальным при этом на самом деле в ваших задачах то у вас было по-другому у вас там шаблонный параметр был параметром не метода коллекции а был параметром коллекции и вот там уже слопывание ссылок не работало то есть в чем отличие того что мы сейчас обсуждали вот от такого вот здесь уже никакого слопывания ссылок нет поскольку он параметр т задан для всего класса ну и в зависимости то как вы его зададите он будет так и подставляться и тут будет уже четкая l-value ссылка или же r-value ссылка поэтому вы например использовали здесь там где-то функцию std move чтобы воспользоваться тем фактом что у вас r-value и дальше позволить коду реализации выполнить перемещение не копирование предположим что здесь же вы куда-то передаете так вот здесь уже если вы хотите передать вот без потери информации о том какая же у вас была ссылка в итоге нужно использовать функцию std forward это немножко разные статик касты std forward сохраняет информацию о ссылке то есть если здесь вывелось и в итоге после схопывания получилась l-value ссылка то std forward дальше передаст l-value ссылку а если здесь вывелось r-value ссылка то std forward дальше передаст r-value ссылку move всегда приводит l-value ссылку к r-value ссылке то здесь он работает немножко по-другому и в контексте когда у вас шаблонный параметр фиксирован имеет смысл std move для r-value ссылок вот а теперь попытаемся вернуться к исходному вопросу Артема почему почему там было два амперсанда то есть как мы уже поняли вариант с двумя амперсандами выведется к любой ссылке наиболее подходящий будь то не константная l-value константная l-value или же r-value ну здесь параметр t вывелся как не ссылочный но в итоге у нас получилась r-value ссылка первый вариант у нас по-прежнему стоит особняком и он будет нам всегда если мы явно не укажем шаблонный параметр давать передачу по значению соответственно если бы здесь я сделал вот так у нас было бы была бы передача по значению если бы только мы явно не задали шаблонный параметр в качестве ссылочного очевидно это не всегда то что вы хотите а почему я сделал возврат по значению можно было бы его сделать тоже по ссылке ну собственно это нам уже наверное не нужно ну вроде бы нельзя же возвращать значение по ссылке почему ну потому что эта ссылка может быть на объект внутри нашей функции а наша функция завершит свою работу и все сотрется ну логично возвращать ссылку на объект который скоро перестанет существовать не надо но здесь мы делаем не так здесь мы можем увернуть наш исходный пример про строки у нас все правильно возвращается у нас все правильно возвращается давайте давайте уточним и посмотрим как выводится шаблонный параметр и так смотрите шаблонный параметр вывелся как неконстантная LVL ссылка ну понятно почему потому что S1 и S2 у нас были неконстантные у нас вывелось наиболее узкое совпадение наиболее точное совпадение тогда что происходит мы подставляем этот параметр у нас срабатывает схлопывание ссылок у нас получается для каждого аргумента LVL ссылка на std string и для возвращаемого значения у нас получается LVL ссылка не константно на std string и в данной ситуации это нормально поскольку мы сюда передаем постоянные объекты правильно что было бы если бы мы сделали чуточку по-другому вот так вот а вот здесь уже получилось интереснее смотрите у нас вывелось RVL ссылка точнее у нас параметр t вот здесь вот можно это увидеть в сообщениях об ошибках связанных с шаблонами обычно можно увидеть как вывелись их параметры это хорошо это очень сильно облегчает отладку смотрите тип t у нас вывелся как значение то есть как std string что в итоге получилось у нас получилось здесь RVL ссылка здесь RVL ссылка и здесь RVL ссылка но как вы помните выражение идентификатор имеет категорию LVL именно поэтому вот в таком примере нужно делать std move потому что иначе вот этот вот метод put который мы дальше вызываем передаст saleValue ссылкам а это не то что мы хотим то есть получается что здесь такая же ситуация и чтобы вернуть нам надо делать вот так вот но у нас же не обязательно шаблонные параметры будут так выведены то есть тогда у нас перестанет работать предыдущий вариант когда у нас мы в max передавали какие-то просто переменные s1 s2 потому что мы-то их не хотим никуда перемещать мы хотели на них ссылку вернуть хорошо и мы с и с и с с и с с здесь как вы видите у нас по-прежнему выводится т как стринг соответственно везде получаются серверу ссылки вот теперь похоже у нас получился более универсальный вариант как видите в первом случае выводится т как lvalue ссылка везде будет схлопывание поэтому функция max данная ее инстанциация принимает две lvalue ссылки возвращает lvalue ссылку а вторая инстанциация принимает две rvalue ссылки возвращает rvalue ссылку хорошо важный вопрос корректно ли мы делаем в последней строчке у нас есть два временных объекта мы возвращаем rvalue ссылку на один из них можем ли мы ее использовать после выхода из функции max вопрос к залу это важный вопрос его надо очень хорошо знать я подскажу здесь дело не в шаблонах вообще все будет нормально а почему будет нормально продлеваем время жизни нет у константина более корректный ответ они будут существовать до конца полного выражения вот это вот ключевая фраза потому что полное выражение у нас это вот вот это вот все до точки с запятой временные объекты были где-то тут созданы будут разрушены только когда все это выражение будет исполнено соответственно а поскольку у нас вывод в поток внутри этого выражения то пока он будет выводить эти объекты будут существовать все хорошо мы ссылку вернули и она еще указывает на живущий объект продлеваться время жизни у нас будет в другой ситуации например вот в такой нет я не хочу это все писать заново вот здесь вот будет продлевание время жизни действительно за счет связывания со ссылкой но учтите это работает поскольку мы в функцию передали ссылки на временные объекты если бы мы внутри функции создали какой-то объект и вернули на него ссылку то здесь бы уже никакое продление не работало бы поскольку он будет разрушен когда у нас тело функции завершится и когда у нас там начнется уже что-то с чем-то связываться уже этого объекта не будет существовать хотя вообще нет это неправильно сказал она будет работать если мы из функции вернем от времена объекта да хорошо вопрос еще был что потеряем если везде сделаем константную l-value ссылку это в принципе ничего не потеряем в этом случае в этой конкретной функции мы ничего не модифицируем мы везде возвращаем просто ссылку если мы хотим ссылку возвращать а не значение то есть можно написать так и избежать всех этих форвардов и все у нас будет хорошо просто у нас все будет передаваться приниматься по константной l-value ссылки да интересно я немножко погорячился но здесь у нас уже другая проблема здесь у нас проблема в том что в стандартной библиотеке тоже есть функция макс если бы мы нашу назвали как-то по-другому ну не знаю назовем ее май макс то конфликта со стандартной библиотекой не будет а почему кстати у нас возник конфликт мы же здесь стд не написали как вы думаете почему у нас возник конфликт с стд макс вот сейчас конфликта нет мы имеют только по правилам но стд то мы не писали почему у нас нашлась макс 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 то вот вот Ну, мы, конечно, здесь уже мало что увидим в закловочном файле. Так. Вот так у нас нет конфликта, хотя, казалось бы, все, что мы сделали, это сменили типы. А функция из нарт-библиотеки, она тоже явно шаблонная, она должна и для интов работать без проблем. Тем не менее, когда у нас был std-string, у нас был конфликт, а когда std-string исчез, у нас нет конфликта. Я даже могу уточнить. Я вспоминаю, что в библиотеке sim, там тоже есть функция max. О pileer есть функция. Продолжение следует... Короче говоря, в библиотеке C может быть макрос-макс, но может и не быть, похоже. У нас проблема была другой. Давайте почитаем, что нам написал компилятор. Мне уже терминал плохо это показывает, но ладно, мы кое-что видим. У нас была явно функция и явно шаблонная функция. Вот она была там, но мы ее, собственно, и увидели, когда открыли тот заголовочный файл. В C у нас шаблонов нет, поэтому функции макс, которая была бы универсальной, там быть не может. Там может быть fmax для, например, дробных чисел или еще что-нибудь такое. А тут у нас был явно конфликт с шаблонной функцией. Действительно, у нас некоторые имена из пространства имен STD, они вытащены наружу для совместимости C. Но обычно это касается всяких имен типов, типа size T. В C++ у нас STD с AST, а для совместимости C у нас есть и просто с AST без STD. С функцией макс не так. Тут есть другой ответ, почему у нас конфликт возник. И он связан с тем, что конфликт у нас возник, когда мы туда передали STD string. И про это мы уже говорили. Это тоже не связано с шаблонами. Не буду вас мучить. Это ADL. То есть, когда у нас идет поиск имен, когда у нас есть неквалифицированное имя в программе, в данном случае max. Это неквалифицированное имя. У нас запускается два поиска. Поиск неквалифицированный, который находит нам нашу функцию max. И ADL, который зависит от аргументов. Так вот, аргументы у нас были STD string. И тогда поиск еще и запускался в пространстве имен STD. Поскольку там определены классы STD string. И там он находил еще один вариант, который выглядит точно так же. И он не мог выбрать, какой использовать. Это еще один нюанс, который может нам выстрелить в ногу. Что, конечно, грустно. Поскольку не очень хочется заниматься вот этими мозговыми упражнениями, когда вы пишете программу. Но такова жизнь в языке C++. Можно, возвращаясь к исходному вопросу Артема, можно было написать так, действительно. И это было более-менее универсально. Но, с другой стороны, сколько интересных нюансов мы обсудили за счет этого вопроса. Хорошо. Перейдем к следующему типу шаблонов. Это шаблоны класса. И с ними вы уже должны быть хорошо знакомы. Поскольку вы, наверное, уже у вас, у каждого была возможность что-то такое написать в какой-то из домашних заданий. В каком-то из домашних заданий. Ну, что-нибудь такое, например. Здесь, а, кстати, я забыл еще один вопрос, прошу прощения. Еще один был вопрос. Я уж не буду возвращать функцию max, но у меня там было написано вот так вот. А что было бы, если бы я написал вот так вот? Разница была в том, что здесь было бы копирование. Значение, которое возвращает нам по ссылке функция max. Если мы хотим ссылку все-таки сохранить, то надо ее явно указать в авто. Авто работает так же, как вывод шаблонных параметров передачи аргументов в функцию. То есть, если не написать ссылку, то, скорее всего, будет вывод значения. Здесь будет копирование. Ну, то же самое, что мы видели, когда разбирались с выводом шаблонных параметров в случае передачи аргументов в функцию. Можно было бы написать вот так, совершенно верно. Но тут тоже было бы копирование. А мы, может быть, хотели этого копирования избежать. Поэтому я и написал самую общую универсальную ссылку. То есть, здесь вот эта вот штука может вывестись к разным ссылкам, ну, точно так же, как и параметр функции у нас был. С шаблонными классами. С ними, с одной стороны, все немножко проще. Вывода для них нет. В 17 стандарте появился ограниченный вывод, который иногда будет работать. В этом примере он не будет работать. Он мог бы работать, например, вот здесь вот. Здесь logGuard это, на самом деле, шаблонный класс. И по-хорошему мы должны были написать вот так вот. Если mutex, это у нас, конечно, mutex. Но в 17 стандарте у нас добавился еще один механизм сделать жизнь свою более удобной. Он называется deduction guides. И про него я сегодня не буду говорить, поскольку нам и так хватит, чем занять сегодня наше время. Он работает вот в похожих случаях. Когда, например, из конструктора класса можно понять все шаблонные параметры этого класса. Тогда это будет работать. В общем случае, это не будет работать. И надо будет указывать вот так. Ну да, deduction guides не всегда работает. Что здесь можно сказать еще? У вас все тело вашего класса будет инстанцироваться для конкретного шаблонного параметра. Об этом мы говорили, но, возможно, стоит сказать еще. Несмотря на то, что Q это имя шаблона, и оно не является еще типом. То есть тип с точки зрения языка – это вот конкретная инстанциация. Q, например, int. Внутри тела класса вы можете использовать это имя. И оно будет указывать на данную инстанциацию этого шаблона. То есть можно написать вот так. И не нужно повторять здесь шаблонный параметр. Что, конечно, нам немножко экономит время и силы. Заодно снижает вероятность ошибки, поскольку мы могли бы здесь что-то перепутать немножко. Указать другой здесь шаблонный параметр. А если бы это оказался настоящий тип, то у нас бы и ошибки не было бы сразу, по крайней мере. Вот здесь у нас понятно, что написано ерунда. То есть здесь у нас написан шаблон. То есть здесь будет тот тип, с которым инстанциирован наш класс. А вот во втором аргументе будет уже другая инстанциация. Для конкретного типа int. и если у нас Q был инстанциирован для double, то у нас получится здесь ерунда. Мы будем сравнивать очереди с разными типами элементов. Поэтому мы просто радостно пользуемся тем, что внутри тела класса, имя класса, это всегда указывает на этот класс. Даже если это шаблонный класс. Что удобно. Если мы хотим сравнивать очереди с элементами разных типов, то тогда лучше бы сделать нам, конечно, шаблонный оператор. Ну или же... Ну или это будет какой-то очень специальный случай. То есть в общем случае это странная идея, наверное. Еще, кстати, что у нас следует из шаблонов. И это отчасти у нас релевантно для последнего замечания Артема. Вот это вот два разных типа. Абсолютно разных. Они полностью несовместимы друг с другом. Сделать вот так нельзя. Более того, это тоже два разных типа. Они тоже несовместимы друг с другом. И делать третью строчку нельзя. Опять же, здесь шаблоны в C++ это не какие-то сложные умные операции над типами. Это достаточно тупое копирование кода. Поэтому с точки зрения языка qint и qconstint два разных типа. Абсолютно разных. У них будут два своих определения у каждого из этих типов. Если мы сами не напишем какую-то операцию преобразования между ними, у нас ее не будет. Ну это вот для языка это точно так же, как например, сделать вот так. Сделать вот так. И удивиться, почему не работает вот так. Никак не связанные типы. Несмотря на то, что они связаны с одним и тем же шаблоном. Ну почему контейнер с константным элементом может иногда пригодиться, наверное. Просто надо понимать, что его не получится копировать. Точнее присваивать. Поскольку константному значению нельзя присвоить новое значение после того, как оно было создано. Но его можно создавать, туда можно помещать элементы. Почему бы и нет. Просто их нельзя будет потом менять. Правда, вот как вы напишите такой контейнер, это уже будет, может оказаться не очень просто. Но так можно сделать. динамическое расширение, но для некоторых случаях оно будет работать. Ведь когда вы выделяете память, вы еще не конструируете объект в этой памяти. Я вот не уверен, конечно, сейчас это сработает, но давайте поэкспериментируем. да, так у нас не сработало. у вектора. Ну, на самом деле, здесь мы видим, что у нас другая штука происходит. смотрите, гипотетически можно представить ситуацию, когда мы выделяем какую-то нетипизированную память, а затем так размещающая new у нас имеет такой синтаксис. вот так-то мы можем сделать. То есть гипотетически мы можем память наращивать нетипизированную и потом там с помощью размещающего new вставлять уже элементы. и можно сделать такую коллекцию, но, да, которая будет хранить как бы константные элементы, при этом еще динамически расширяться, но, конечно, это будет такой довольно хитрый случай. И, в общем-то, неудивительно, что вектор так не позволяет сделать. Хорошо. Мы еще вернемся к вопросу. шаблонов классов. Но у нас может быть еще более такие узкие случаи. Мы уже видели шаблоны функции, шаблоны класса. Значит, несложно догадаться, что у нас могут быть шаблоны члены классов. вот так, например. Мы его даже можем определить за пределами класса. и вот здесь я уже для единообразия ставлю инлайн, хотя это шаблон. Ну, по крайней мере, я бы это ставил, если бы это был заголовочный файл. А может быть, у нас класс тоже шаблонный. Тогда у нас получится чуть-чуть сложнее. это запись. Не будем заново писать, просто скопируем. Это к вопросу определения членов шаблонного класса вне этого класса. Синтексис у нас станет чуточку более кучерявый. Как видите, для метода, как и для обычной функции, работает автоматическое выделение, выведение шаблонного параметра. Вот так. Ну и понятно, мы дальше можем делать всякие вложенные шаблонные классы и тому подобное. Но, на мой взгляд, базовые элементы это вот именно те шаблонные сущности, которые мы уже рассмотрели. Ну а дальше уже из них можно комбинировать разные вещи. И да, у класса может быть шаблонная переменная член. все нюансы. все нюансы мы здесь уже осветили. Давайте сделаем перерыв на 10 минут. Соответственно, у меня сейчас будет 12.59, но вот в 13.10 давайте снова продолжим. можно вопрос? Да. В DZ захотелось ради оптимизации как бы чтобы сейчас, чтобы, короче, шаблонный класс определял свой тип во время вызова конструктора, но нельзя при этом указывать ему значит в фигурных скобочках шаблонный параметр, потому что это типа итератор. Это можно как-то с помощью шаблонов нормально сделать или нужно по-другому? В общем, хочется в итератор в одном методе передавать один контейнер, а в другом методе другой контейнер. и при этом ему нельзя явно указывать шаблонный тип, потому что в тестах этого нет. Такое на шаблонах вообще получится сделать или нет? Я, честно говоря, на слух не очень понял конкретную идею. Лучше это написать. В принципе, вы можете поделиться экраном и написать просто это. Что именно хочется сделать? Сейчас, секунду. В смысле в блокноте как-нибудь, да? Ну, как удобно. Просто подшарить экран, чтобы мы это все увидели и написать где-нибудь в каком-нибудь редакторе. сейчас, секунду. Так, new file c++. плюс. Вот. Там есть итератор. Там итератор объявляется через using в дереве. вот. И какой-то там какой-нибудь типа вот. И там есть метод begin и там возвращается итератор от, допустим, там какого-нибудь вектора. Там point или чего-то. есть метод там кажется range или что-то такое. Ну, в общем, не помню те же самые коллекции там, но идея та же самая. При этом как бы итератор вот этот не должен быть явно шаблонным, потому что в тестах он вызывается вот так. там итератор равно там 3 begin. Ну, из этого выглядит так, что вы хотите два разных итератора возвращать в разных случаях. Ну, да, но они по значению здесь возвращаются. Ну, неважно, но классы-то будут разные, наверное. То есть либо у вас тут два варианта. Либо написать класс итератора таким образом, чтобы он мог инициализироваться из вектора, мог инициализироваться из set и дальше каким-то магическим образом это все разруливать. Либо вам нужны два разных типа итератора, и begin будет возвращать один итератор, а range будет возвращать другой итератор. но, скорее всего, в тестах ожидается, что оба этих методов будут возвращать один и тот же итератор. Естественно, если оба этих методов должны возвращать один и тот же тип итератора, тут другого варианта, кроме как написать класс итератора таким образом, что он может инициализироваться из века, может инициализироваться из сета и дальше уже что-то там внутри себя делать, в зависимости от этого, другого варианта нет. Не, ну я смог это сделать, но как бы я просто думал, можно ли на шаблонах как-то. Мне проверяющий предложил на шаблонах сделать, я сходу не понял, как можно и вот, видимо, нельзя. Просто там очень хорошо по оптимизации получается, если так делать. с точки зрения. Давайте продолжим. Вот, кстати, вернемся чуть-чуть назад. Там какой-то момент я, по-моему, сказал не совсем корректную и очень опасную вещь. Продление жизни временного объекта. Смотрите, тут есть, когда речь идет про возврат из функции, да, давайте я все-таки уточню, чтобы вопросов не возникало. потому, потому что это важно. Итак, ну, t это уже не шаблонный, типа, просто какой-то, неважно какой. Вот, смотрите, здесь у нас функция f возвращает значение, и в рамках этого выражения это значение становится временным объектом. Мы его связываем со ссылкой и продлеваем таким образом его время жизни. То есть, здесь можно с ним что-то делать. Все нормально. но не надо делать вот так. Даже если мы его здесь свяжем со ссылкой, это не временный объект. Вот здесь x в теле функции не является временным объектом. Он является локальной переменной, автоматической. Она будет разрушена, гарантирована при выходе из этого блока. у нас получится висящая ссылка, которая указывает в никуда. Вот так делать не надо. Я, по-моему, как-то невнятно про это сказал. Вот. Поэтому решил уточнить. То есть, надо четко понимать, где временный объект, а где невременный объект. Автоматическая переменная временным объектом не является. если мы скопируем ее, то копия будет уже временным объектом. Все хорошо. А если не скопируем, то нет. То есть, если просто ссылку на нее вернем. Хорошо, но вернемся к нашим шаблонам. Значит, про основные типы шаблонов мы поговорили. Можно еще сказать такие нюансы, как у шаблона может быть значение по умолчанию. Например, вот так. То же самое, как с обычными параметрами функций. Может быть, значение по умолчанию. Только в данном случае это будет тип. Если шаблонный параметр был значением, то это может быть значение. Важно, чтобы константное. Ну и там есть еще всякие ограничения на то, какие могут быть значения по умолчанию у шаблонных параметров. Опять же, мы подробно не будем сейчас на этом останавливаться. Что-то есть на моих слайдах, по-моему. Ну, шаблонного параметра не обязательно может быть имя, как я уже говорил. Дальше. Следующая ступень сложности. Вариадик темплейты. Я не знаю, как это лучше перевести на русский, поэтому я всегда говорю вариадик. Что это такое? это неопределенное количество шаблонных параметров. На что это годится? Ну, собственно, уже понятно, наверное. Ну, да, можно сказать, конечно, длинно шаблоны с переменным числом аргументов. Все будет по-русски, но длинно. Согласен. Как это работает? Это у нас появилось в 11 стандарте и работает так, что в конкретной инстанциации в шаблон попадает некоторое количество параметров. Компилятор, соответственно, вот этот список для этой инстанциации сужает до заданного числа параметров. Для x1 это будет пустой список, для x2 это будет список из одного типа int, для x3 это будет список из трех типов. То же самое может быть с параметрами значениями. например, а вот как здесь нам написать сумму? Собственно, вопрос шире. Как же работать с таким списком неопределенной длины в самом шаблоне? В этом списке элементы не должны быть уникальными. То есть давайте сделаем вот так и сделаем вот так вот. У нас все отлично компилируется. Элементы не обязаны быть уникальными. как с ними будет работать шаблон это его личное дело. Можно ли сделать частичное инстанцирование? Наверное, Артем хочет сделать то, для чего нам могут пригодиться шаблоны псевдонимов. например, вот так. Можно сказать, что это частичное инстанцирование. То есть мы делаем другой шаблон, который является псевдонимом, который указывает нам на тип x, где зафиксировано два первых параметра, а два других не зафиксировано. можно, конечно, сделать еще сложнее и сделать вот так. И так будет зафиксировано первые два параметра, а потом будет переменный хвост с функциями. Значит, у нас будет какая-то функция, которая что-то делает. и мы хотим мы можем сделать другую функцию. и мы можем можем тему сделать было Вот так. Да, совершенно верно. Вот здесь мы, скорее всего, попали куда-то не туда. Здесь мы вызываемся с самого себя, к сожалению. Да, так просто не получится. Смотрите, что получилось. У нас есть вариант функции f более специализированный. То есть у него первые два аргумента, они имеют конкретные типы. Проблема в том, что когда мы пытаемся перенаправить работу в нашу более общую шаблонную функцию, мы на самом деле ничего не обобщаем. У нас вызывается та же самая функция f. То есть тут бесконечная рекурсия получается. Это, конечно, не то, что мы хотели. Что здесь можно сделать? Спасибо. 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 Здесь у нас уже начались проблемы со ссылками. Нет, у нас проблема-то здесь, что мы фиксируем первый шаблонный параметр, как constInt. Здесь у нас он принимается по ссылке. Получается, что по rValue ссылке. То есть вот здесь как раз видите, что тип ожидается. rValue ссылка на constInt, мы туда передаем constInt. И так у нас не получается, поскольку это ни разу не временный объект. Как это лучше обойти? Не хочется, конечно, сделать какой-то каст, потому что здесь у нас не ссылочный объект. А если здесь, в этой функции, мы захотим что-то с ним сделать, поменять, например. Ну не поменять, поменять здесь мы не сможем, поскольку у нас будет константность. Но да, в любом случае это в общем случае не очень хорошо, то, что мы пытаемся сделать. То есть можно, конечно, здесь вот убрать ссылки. Ну и здесь уж заодно. И так у нас, я думаю, должно скомпилироваться. Да, как видите, у нас все пошло правильно. А вот со ссылками будет сложнее. С другой стороны, может быть, мы не будем хотеть так делать. Все-таки ссылки здесь намекают, что нам, возможно, захочется делать что-то как со ссылками. Здесь мы передаем LValue ссылки. А, ну с другой стороны, я уже плохо соображаю, видимо. Мы можем зафиксировать это по-другому. Мы же уже разбирались сегодня со схлопыванием ссылок. И так все хорошо. Ссылки у нас схлопываются в LValue. Здесь у нас переменная LValue. Все отлично. Вот так можно сделать частичную инстанциацию. Это будет не частичная инстанциация. Это будет еще одна шаблонная функция. И надо сказать, что с функциями получается сложности много с разных сторон. То есть у нас есть перегрузка функций. У нас есть вывод шаблонных параметров функций. И может быть еще специализация шаблонных функций. То есть с функциями у нас получается процесс очень многоступенчатый, когда компилятор выбирает, какую же функцию ему вызвать. То есть он формирует список перегрузки. Он выбирает шаблонные параметры для функций. Выводит точнее. Потом он разрешает перегрузку. В общем, тут сложностей может быть много. Если бы изначально захотели принимать по LValue ссылки. Ну, то есть вот так вот. Можно так, пожалуйста. Здесь давайте так сделаем. И ничего, в общем-то, не поменяется, поскольку... А, ну... Да, здесь будет проблема с вызовом вот этой второй функции. То есть здесь, например, если задать вот так, то уже будет все лучше. Но не совсем нам тут уже не нужно стадо-форвард. Сколько у нас, в принципе, уже все известно. Ссылки. Ага. Продолжение следует... Чем же ему не нравится вот этот вариант? Третий аргумент потеряет... А, ну правильно. Здесь мы оставили только LVL ссылку. Нам потом сделать еще и вот так. И вот, теперь все стало обратно хорошо, условно. Но кажется, это не то, что хотел увидеть Артем. То есть, если бы мы хотели вот здесь принимать по ссылке. Я правильно понимаю? Ну, можно так сделать. Одна проблема. То есть, сейчас у нас, наверное, сработает. Вот так вот. Что если бы мы сюда поставили вот так вот? Нет, так тоже все проходит хорошо. Тут, конечно, такой скользкий момент, что здесь мы обращаемся к функции F. У нас две функции F. То есть, гипотетически мы можем нарваться на ту же самую функцию и получить бесконечную рекурсию. А, нет, здесь будет все хорошо. Почему? Мы здесь в такой постановке вопроса, мы ее никогда не вызовем. Поскольку, смотрите, эта функция инстанцирована с конкретным списком шаблонных параметров. Ну, и в данном случае их три штуки. Здесь мы вызываем функцию с более длинным списком параметров. То есть, здесь мы повторяем полностью исходный список параметров и добавляем к нему еще два параметра. Поэтому та же самая функция у нас, та же самая инстанциация у нас вызвана не будет, к счастью. И бесконечной рекурсии мы от нее мы себя защитили здесь. Так что здесь все хорошо. И да, так, в принципе, можно делать. Но все-таки, как вы, наверное, видите, рассуждения о том, где же какая функция будет вызвана, они усложняются. Поэтому лучше себя немножко ограничивать в креативности и использовать шаблонов поменьше. Если это возможно. То есть, использовать их там, где они явно все улучшают. Но к этому вопросу мы еще, я надеюсь, вернемся сегодня. Вопрос, который мы еще не затронули относительно в ряде темплейтов. А как работать с этим списком переменной длины? Один пример мы уже видим. То есть, вот здесь мы этот список куда-то дальше передаем в качестве шаблонных параметров. Здесь мы тоже работаем со списком переменной длины. Только здесь у нас список переменной длины аргументов функции. А еще у нас была задумка сделать вот такую шаблонную переменную. И если я сейчас ничего не напутаю. Да, я не напутал. А тут мы видим еще один вариант. А именно выражение свертки, которое мы видели в одном из моих примеров. Но там я так скользь мимо них прошел. Это еще один способ раскрыть список переменной длины, который связан с варядя к темплейту. Какие у нас есть еще варианты? Наследование. Можем унаследоваться от переменного числа классов. Ну и на самом деле там есть еще ряд вариантов, где это можно делать. Например. Спасибо. Вот как-нибудь так. У меня на слайдах есть перечисленная, по крайней мере, часть из этих контекстов. Их много, но все сводится к чему? В нужном месте компилятор раскроет список и подставит уже просто выражение через запятую, где будут идти конкретные параметры, которые были подставлены в качестве шаблона. В случае с переменной sum будут подставлены числа. В случае с классом x будут подставлены типы. И, кстати, если кто-то решит, как мы вот здесь сделали, инстанцировать x для, в том числе, базовых типов, у нас будет проблема, поскольку наследоваться от базовых типов невозможно. Так вот, за пределами вот этих некоторых контекстов, где можно с помощью троеточия раскрыть список переменной длины, работать с ним нельзя. Но этих контекстов хватает, в принципе, на все разумные случаи жизни. Как, например, здесь мы передаем неопределенное число параметров куда-то дальше. Здесь мы передаем список типов куда-то дальше неопределенной длины. Он может быть нулевой длиной и так далее. Здесь мы принимаем функцию количества параметров неопределенного, неопределенное количество параметров. И тоже может быть функция вызванная. Может получиться инстанциация функции с нулевым количеством параметров. Это значит, что функция ничего не принимает, ну и так далее. Ну а здесь мы используем выражение свертки, чтобы просуммировать неопределенное количество чисел типа int. Могли написать немножко другое выражение свертки. Например, вот такое. И начать суммировать не с нуля, а с 11. И получить другой в итоге результат. Но это все вы изучите более подробно сами. Что, о чем еще нам важно поговорить. Чуть более практический пример с вариалии к темплейтами. Поскольку пока это все выглядит просто как какие-то упражнения в остроумии. Нет, миксины. Миксины это все-таки термин из... Хотя я не знаю, может быть, C++ уже тоже появился этот термин. Но обычно он все-таки был в других языках. Не скажу про термин миксин. Кто-то называет C++ такие вещи или нет. Это просто обычное наследование. Оно ничем не отличается от любого другого наследования. Кроме того, что у нас неопределенное число классов предков здесь. От нуля до бесконечности. Понятно, что бесконечности на самом деле не бывает. Поскольку мы ограничены возможностями компилятора. И в зависимости от того, какой это компилятор, у нас наша остроумия, наша шаблонная остроумия может быть ограничена каким-то значением. Например, мы можем легко сделать шаблонную рекурсию, которую компилятор должен будет вычислить на этапе компиляции. И хорошие компиляторы нам дадут где-нибудь 512 уровней вложности. А микрософтский компилятор запросто сломается где-нибудь существенно раньше. Итак, я вам обещал пример в ряде темплейтов, которые имеют смысл. Понятно, что всякие функции, которые берут переменное число параметров и куда-то их дальше передают, их можно использовать как такие обертки. Тут тоже это уже более-менее осмысленное использование в ряде темплейтов. Но зачем может пригодиться наследование переменного числа классов на практике? Оно может пригодиться в разных случаях. Но вот такой вот хороший, не слишком чересчур остроумный пример. Спасибо. Спасибо. Что я здесь написал? Смотрите, у нас есть ассоциативный, ну не массив, ну короче множество. Основанное на хэшах. Не обязательно на хэшах, но вот такой я пример выбрал здесь. У него есть класс, она параметризована типом элементов, которые мы там храним. Логично, что есть метод, который проверяет. Есть такой элемент, такое значение уже в множестве или нет. Но, предположим, у нас есть какой-то тип, для которого есть родственные типы, условно совместимые с ним. Например, класс строка. У нас есть класс sd-string, но с ним условно совместимы еще типы const-char звездочка, или же string-view, или еще какие-то типы, которые внутри себя содержат строку. Возможно, нам захочется, чтобы у нас был также метод проверить, есть ли такое логическое значение в нашем множестве. Оно может быть реально другого типа. Например, у нас множество string, а мы хотим проверить, есть ли там значение string-view. Если у нас есть только первый вариант contains, то мы будем конструировать новое значение типа string, просто чтобы проверить наличие в контейнере в нашем хэш-сете. Может быть, мы этого не хотим, потому что это лишняя операция. Нам не нужно конструировать объект sd-string, чтобы посчитать от него хэш. И даже чтобы сравнить его на равенство с другим объектом string. Поэтому, возможно, нам захочется сделать вот такой шаблонный метод, который параметризован типом, и который попытается нам дать ответ, есть ли такое логическое значение в нашем множестве или нет. Но как это сделать? Один из вариантов, нам же надо хэш как-то считать. Понятно, что мы можем сюда передавать еще функцию вычисления хэша. И тоже, поскольку мы заранее ее там не знаем, она будет еще одним шаблонным параметром. Это возможный вариант. Но может быть немножко неуклюжий в каких-то случаях. И теперь представим, что у нас есть вообще вот наша реализация вычисления хэша. Которая выглядит, ну, например, как-то так. И в данном примере она будет какая-то совсем глупая. Но у вас в программах она может быть осмысленной. Это плохой хэш. На всякий случай говорю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. У нас есть хэши. То есть мы знаем, как вычислять хэш для каждого интересующего нас типа. Но нам нужно в нашу коллекцию передать один тип, который умеет вычислять хэш. И в первую очередь он будет вычислять хэш, конечно, для типа T. Как бы нам туда запихнуть все эти варианты? Разом. Смотрите, что можно сделать. Мы унаследовались. Но нам нужно как-то вытащить все эти имена наружу сюда. Еще один вариант этого контекста, где у нас будет раскрытие списка неопределенной длины. И теперь что мы делаем? Когда мы делаем наш сет, который должен уметь вот так оперировать другими еще типами, мы делаем вот так. Ну, equal я уже не буду так писать. Ну, и дальше, в зависимости от того, как мы наш хэш-сет класс определим, мы сможем вызывать contains от, например, stringView и промежуточного объекта string не будет создаваться, а будет вызываться нужная операция вычисления хэша. Тут пример, может быть, не совсем чистый, поскольку тут есть еще одно наследование. То есть у нас здесь вот этот any у нас в итоге получит несколько предков myHash. что не очень хорошо, но это не страшно. Возможно, это вот Артем имел в виду под миксинами. Ну, может быть, да, может быть, действительно, иногда это так называют. Когда мы берем совместимую по структуре, но разную по смыслу функциональность и смешиваем в одну кучу, в один класс с помощью вот такого наследования от переменного числа предков. если у них есть вот один какой-то метод, в данном случае оператор функционального вызова, то мы получим все эти реализации в одном месте. И дальше, когда мы у объекта такого класса будем вызывать этот метод, сработает обычное разрешение перегрузки, будет выбран наиболее подходящий. Вот это вот довольно осмысленный пример, когда вам может захотеться так делать. Ну что, немножко еще повысим градус сложности. Я уже говорил эти слова, но у нас могут быть еще... Да, триточие там означало, что... Ну, в using объявлении триточие означало, что мы вытаскиваем все имена на уровень именно класса Annie. Может быть, кстати, в этом примере это не было обязательно. Но, например, если бы у Annie у самого был такой оператор, то чтобы вытащить все вот эти операторы из родителей, надо было делать using. Я просто в реальном коде вот как раз в такой ситуации, когда у нас был какой-то хэш-массив и хотелось поддержать такую операцию на несколько типов, я делал похожие вещи. И там, по-моему, как раз был вариант, что в классе-наследнике был тоже оператор. Функционального вызова, поэтому я вот так и делал уже по инерции. Хотя просто с наследованием бы в нашем конкретном примере тоже, по-моему, бы сработало без using этой декларации. У нас могут быть шаблонные-шаблонные параметры. К счастью, у нас не может быть шаблонных-шаблонных-шаблонных параметров. Ну и шаблонных-шаблонных-шаблонных-шаблонных тоже, ну и так далее. Вы понимаете, только еще один уровень в шаблонности. И так далее. так ну давайте здесь там сделаем вот так вот как видите я вас не обманул что такое шаблонный шаблонный параметр это параметр вместо которого надо подставить шаблон и наиболее мощная форма это шаблон с переменным количеством параметров шаблона что мы здесь видим мы в разные инстанциации нашего игрека подставляем разные шаблоны которые внутри игрека получат уже конкретные шаблонные параметры боль то мы могли даже значение по умолчанию для этого задать вот так вот тогда бы первый вариант чуть-чуть упростить ну наверное в этом маленьком примере смысл понятен то есть мы даем пользователю какую-то обертку вокруг другого класса коллекции обертка параметризована типом элементов но также мы даем пользователю выбрать какой же вот класс реализация этой коллекции мы будем использовать что у нас внутри будет этой обертки можно ли было здесь поставить вот так на самом деле нет потому что у std вектор больше чем один шаблонный параметр у нас было бы здесь некорректное совпадение можно посмотреть документацию сколько там у вектора шаблонных параметров но я честно говоря не помню и вот эта вот конструкция когда вы указываете точное количество шаблонных параметров у параметра шаблона она более хрупкая поэтому я честно говоря всегда пользуюсь вот такой конструкции поскольку обычно все таки где-то уже в реализации будут ограничения на это все и никаких проблем с слишком большой обобщенность тут не будет вот естественно когда мы начинаем уже нагибать систему шаблонов в разные интересные стороны и пытаться на них сделать разные интересные вещи там вот этот механизм открывает новые грани глубины и горизонты но пока не будем про это говорить в остальном вот такое обычно использование этого дела но достаточно простое ну вот в этом примере все вид что еще можно сказать ну вот коротенький пример полезности шаблонных параметров значений достаточно типичная такая штука и мы можем создавать строки фиксированной длины зависимости от того что нам нужно и никакого динамического размещения их содержимого не будет это все будет размещаться на стеке что хорошо одна проблема то что как мы уже говорили эти вот два класса они абсолютно разные типы с точки зрения компилятора они никак между собой не совместимы если мы хотим делать операции сравнения между ними надо это явно сделать сделать какие-то шаблонные тоже функции например сравнения которые будут допускать разные значения шаблонного параметра для левого и правого аргумента ну и так далее хорошо о чем еще важно поговорить важно поговорить про специализацию шаблонов что это такое сначала поговорим про полную специализацию в самом начале у нас был пример такой шаблонной переменной и тогда казалось что это абсолютно бесполезная штука но вот так выглядит полная специализация мы начинаем ее с пустого списка шаблонных параметров это нужно сделать чтобы компьютер понимал что эта специализация они просто еще одна сущность уже не шаблонная а дальше мы указываем после имени шаблона список конкретных уже значений параметров в данном случае это один тип конечно же очень - он - wow он и вот видите теперь у нас шаблонная переменная принимает разные значения ну естественно реальных переменных будет столько сколько инстанциации то есть нас в этом коде будет реальных переменных две инстанциация для int и инстанциация для double и вот отсюда они просто эти значения свои получат в этом кусочке это выглядит не очень осмысленно но мы и так можем сказать ну окей in там это true у double это false но предположим у нас более сложный код у Продолжение следует... 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 метода get. Будет ли у нас здесь ошибка. Вот это вот, наверное, самый интересный случай использования if constexpr. Я очень кратко про это говорил на какой-то там второй или третьей лекции. Мы в это не углублялись. И вот сейчас пришло время про это сказать немножко. Правда, тут тоже есть, как всегда, нюансы, которые все усложняют. Смотрите, если у вас есть какой-то шаблонный параметр, который находится в непосредственном контексте вашей функции, как вот здесь. Вот это вот будет непосредственный контекст. Если в if constexpr вы проверяете какое-то условие, которое связано с этим шаблонным параметром, то тогда неправильная ветка не будет даже компилироваться. Она не будет даже анализироваться синтактическим анализатором. Точнее нет, может синтактическим и будет, но проверяться она не будет. Поэтому если сюда в эту функцию попадает тип, для которого is interesting равен false, то у нас все тело функции будет состоять только из return 0. Вот этого кода в ней вообще не будет остального. Только если сюда попал тип, для которого is interesting дает true, тогда тело функций у нас заменится вот на эту ветку. Ну понятно, что если бы у нас функции кроме if constexpr было еще чего-то, то я бы говорил, наверное, не все тело функции заменяется, а только вот эта вот инструкция if constexpr. Это, наверное, более корректно так сказать. В данном случае все сводится к одному. Давайте посмотрим. Вот видите, у нас теперь работает вторая ветка if constexpr. Это очень мощная вещь и она позволяет чуть меньше упражняться в шаблонном метапрограммировании, чем раньше, поскольку появилось это, я, честно говоря, забыл уже в констандарте, но не сути важно. Когда у вас есть какая-то функция, которая должна себя вести либо тем, либо другим образом, в зависимости от того, с каким шаблонным параметром ее истенсировали, то и в constexpr может оказаться хорошим выбором. Есть другие альтернативы. Если у нас останется сегодня время, мы про них тоже чуть-чуть поговорим, но в данном случае это вот самая вменяемая, самый вменяемый способ. Он самый наглядный. Да, и тут, конечно, Артем как всегда правильно подсказывает, что здесь надо быть осторожным. У нас кроме ссылок вокруг наших типов еще могут быть CV-квалификаторы, например, константность. И если бы у нас в исходном примере, даже не в исходном, а в этом. Смотрите, убираем вот здесь один амперсант. Делаем вот так вот, чтобы у нас автоматический вывод нам не мешал. И внезапно у нас перестает срабатывать первая ветка. Как так? У нас добавилась константность к этому типу. А из interesting мы определили только для x без константности. У нас есть трейты, чтобы убрать еще и константность тоже. Можно все убрать. И, конечно, в более реалистичном коде здесь уже будет, возможно, что-то более сложное. Другой вопрос. Что касательно ODR. Вообще, я сегодня с этого начинал лекция. Может быть, вы чуть позже подключились. Итак, ODR не будет нарушена, поскольку шаблон — это еще не сущность. В данном случае, is interestingv — это еще не сущность. Вот каждая инстанциация этого шаблона является уже переменной и попадает под ODR. Однако, поскольку у нас вот этот is interestingv и его специализация, то есть полная специализация — это уже не шаблон. Это уже настоящая переменная. Она гипотетически попадает под ODR. Но для шаблоны ведут себя, точнее, их инстанциация ведут себя точно так же, как inline. Поэтому, если у вас есть иголочный файл, где у вас есть несколько шаблонов, вы их включаете в разные единицы трансляции, инстанциация получается для одних и тех же шаблонных параметров, то есть, например, для x. То есть у вас в нескольких единицах трансляции оказывается переменная is interestingv. То все равно нарушения ODR не будет, поскольку оно неявно будет себя вести как inline. Вот. И компоновщик выберет один из вариантов. Вот. Но в начале лекции я вообще про это больше говорил. Кстати, если кому-то интересно почитать, здесь на Stack Overflow есть, я видел где-то когда-то ответы на эту тему, как это реализовано в конкретных компоновщиках. И там был ответ про GNU компоновщик. Ну, естественно, его поведение было специфично для формата ELF. А там есть деление на слабые и сильные символы. То есть, когда дело дошло до компоновщика, у нас уже никаких шаблонов, никаких классов, ничего не осталось, у нас есть только символы. И вот несколько одинаковых сильных символов иметь нельзя, а несколько одинаковых слабых символов иметь можно. И компоновщик просто выбирает один из них по своим внутренним предпочтениям, считая, что они все должны быть одинаковы. Ну и вот так вот у нас получается, что ODR не нарушается. Какие у нас еще могут быть специализации? Ну, в общем-то, для всех... Хотя... Для псевдонимов у нас, по-моему, не бывает специализаций. Поскольку... Или бывают. Я что-то засомневался уже. Мне кажется, это какая-то дурость. Но, может быть, такое бывает. Так, takes more time. Как же, это будет? Нет, все-таки для псевдонимов у нас не бывает специализации. Отлично, значит, я правильно помнил этот момент. Но для переменных функций и классов у нас может быть полная специализация. С переменными все просто. Специализация – это фактически другой вариант этой переменной. У нас все были это константы, у нас было с другим значением. С функциями. Что это такое? С ajustается. С Вот этот момент я опять забыл. Или здесь все-таки не нужно писать. Возможно, для функций здесь можно опустить этот список явных шаблонных параметров, а может быть и нет. Что-то я уже засомневался в этом. Так, а если мы его уберем? У нас все равно все работает. То есть можно его писать, можно не писать. Интересно. В общем, с шаблонами нюансов много, к сожалению. А теперь напишем еще вот так вот. Что вызовется? Вызовется не шаблонный вариант. Почему? Ну, они все подходят. Предпочтение тогда отдается не шаблонному варианту уже при разрешении перегрузки функций. С функциями обычно имеет смысл не делать специализации, а делать перегрузки. То есть мы же могли сделать просто вот так вот. Было бы то же самое. Когда нам не обойтись перегрузкой? Когда нам нужна именно специализация? Например. Вот так вот. У нас разрешение перегрузки не работает по возвращаемому значению. Более того, у нас не работает еще вывод шаблонных параметров для возвращаемого значения. Поэтому нам тут надо явно указывать. Вот так мы написали. У нас обязательно вызовется шаблонный вариант. Несмотря на то, что есть перегрузка другая. Соответственно, если мы хотим сделать специальный вариант для каких-то типов, нам понадобится сделать вот так. Вот видите, теперь... Кстати, теперь непонятно из pretty function, какой вариант вызывается. Но ничего. Мы можем же по-всякому сделать. Могли и внутри функции что-нибудь написать еще на печать, чтобы различить их. Но вызывается именно шаблонный вариант. Поскольку здесь мы явно указали, что вызываем шаблонный вариант. То есть обычная функция здесь просто не вызовется. Вот. С классами. С классами может быть чуть сложнее. Но не обязательно. Самый простой вариант специализации класса – это вот такой. Вот у нас есть шаблонный класс. Мы делаем полную специализацию для него. И просто пишем для него новое тело. Оно может никак быть несовместимо с телом основного шаблона. И все будет нормально. Вот. ДАК. ДАК. действительно стандартной библиотеки есть пример такой мощной перегрузки это вектор от bull где у него вообще другая совершенно реализация и это это всегда приводит в пример как очень большое упущение автора стандарта в этом плане что это плохо то что вектор для одного типа элементов ведет себя очень специальным образом там например нельзя взять ссылку на один из этих bull элементов поскольку они упакованы хранятся как биты они как отдельные значения а ссылку на один бит взять нельзя вот это простой вариант специализации классов внимание на них как стоящее вот это вот более сложный вариант у классов есть члены что-то здесь у нас пошло не совсем так как надо да наверно вот с этим пошло не так на самом деле я лично вот эту функциональность до этой лекции ни разу не использовал можно проспециализировать отдельный член класса ну например у класса еще могут быть какой-нибудь вложенный класс другой его тоже можно было бы проспециализировать написав для него совершенно другое тело можно написать другое тело для функции класса и еще по-моему для чего-то стоит ли так делать ну может быть есть ситуация когда это оправдан когда вам хочется настроить только один аспект вашего класса наверное да но опять же я это никогда на практике не использовал и это конечно все немножко усложняет шаблонами много разных нюансов следующая ступень для некоторых вариантов шаблонов возможно не полная а частичная специализация она возможно для классов и для переменных и вот что это такое для всех очень красивая ступень очень красивая ступень еще красивая ступень так это мы путев все мы мы к Продолжение следует... Смотрите, что происходит. У нас выполняется вот эта ветка. А если мы поставили вектор с другими параметрами, то все продолжало бы работать. Почему? Потому что это частичная специализация. То есть это специализация, которая все еще является шаблоном. У нее есть какие-то шаблонные параметры, но она более узкая, чем основной шаблон. И опять же, есть набор формальных правил, по которым определяется, какие специализации возможны, и что значит более узкая. Я в эти подробности вдаваться не буду. Я их в голове не держу. Здесь такое правило Буравчика очень простое. У вас частичная специализация должна применяться для более узкого множества типов. Точнее, это не обязательно могут быть типы, но для более узкого множества возможных значений шаблонных параметров, чем основной шаблон. Здесь основной шаблон может инстанцироваться с любым типом вообще. Специализация может инстанцироваться только для векторов. Неважно, с каким типом элемента, но только для векторов. То есть, это множество вариантов инстанцироваться более узкое. Значит, такая частичная специализация возможна. Расширить это множество нельзя. То есть, частичная специализация должна всегда сужать это множество. Вот, в принципе, если про это помнить, то у вас почти всегда будет все хорошо. Какой еще можно пример с этим придумать? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот у нас есть какой-то класс обертка вокруг другой коллекции. Мы хотим сделать его более интересным для одного случая. А именно... Для случая, когда эта класс обертка связана с коллекцией, где итераторы имеют категорию Random Access. И вот тут уже, к сожалению, а может быть, к счастью, отдельный член шаблонного класса частично специализировать нельзя. То есть, приходится специализировать весь класс целиком. То есть, все его тело повторять. Хотя мы здесь делаем другой, только одну функцию. Вот как-то так. Может быть, зря я это сделал именно так. Ну, пусть будет так. Ну, пусть будет так. Мы, кстати, здесь даже не знаем, какой вариант вызывается, но... Мы можем это уточнить. Вот как видите, уже эти сообщения становятся не очень простыми для чтения. Но все-таки читаемыми. При определенном упорстве мы можем это прочитать. То есть, у нас используется вот эта частичная специализация. А если бы мы создали, например, стд-лист, у которого итераторы не Random Access, то у нас использовался бы основной шаблон. И здесь мы бы смещали итератор вперед просто на нужное число элементов. На самом деле, стд-адванс уже умеет так делать. То есть, есть вариант advanced для не Random Access итераторов, и он работает линейно. То есть, он просто инкрементирует ваш итератор нужное число раз. А есть вариант advanced, который работает для Random Access итераторов, и он фактически работает точно так же, как здесь. Точнее, не так же. Он просто сразу прибавляет число к вашему итератору. Ваш Random Access итератор умеет так делать. Поэтому в данном случае не обязательно было делать частичную специализацию класса. Но, как иллюстрирующий пример, возможно, это подошло. Да, кому-то этот пример может быть знакомым. Собственно, да, я обещал про это сказать несколько слов. Это возможный вариант. Что можно сделать, если хочется сделать более специальную реализацию всего класса для определенного типа шаблонных параметров? И начался он примерно вот с такого примера. Собственно, здесь, как видите, пользователю дается выбор, какую коллекцию внутри использовать для хранения элементов. Наша обертка, она дает какой-то более специализированный интерфейс к этой коллекции. Но классы T и C никак не связаны. Можно же, пользователь может заморочиться и написать вот так, и этого не будет работать. Тут есть разные варианты. Я изначально автору этого примера сказал, что есть более лучшие способы. Но потом я стал думать и подумал, что, в принципе, все способы, они имеют свои недостатки. Понятно, что один из способов сделать static assert. С помощью, опять же, содержимого type trades. У нас там есть trade для сравнения типов. Можно сделать вот так вот. Тогда будет ошибка компиляции. Ну и мы напишем сюда еще какое-нибудь сообщение. Оно будет выдаваться компилятором вместе с этой ошибкой. Это один из вариантов. Кстати, возможно, вы уже обратили, что у нас периодически встречается ключевое слово type name. Там, где мы хотим обратиться к типу, который является членом класса, заданным шаблонным параметром. Все дело в том, что компилятор не понимает на этом этапе. Он анализирует этот код. Он видит, что мы обращаемся к какому-то члену. И, видимо, C это сложный тип, то есть класс. Но он не знает, value type это что? Это член тип или член поля? Или, может, функция вообще? Поэтому, если мы хотим обратиться к члену типа, мы должны поставить сюда type name, к сожалению. Хотя компилятор вообще мог бы сам разобраться без нас. Но вот так вот сделано. Чтобы немножко упростить жизнь компилятору. То есть, когда C, в данном случае, когда вот этот тип неизвестен, это шаблонный параметр. А мы обращаемся именно к члену типу его, мы должны ставить type name. Другой пример похожий. Если у класса C, ну, точнее, у класса, который будет нам передан в качестве параметра C, есть какой-то шаблонный метод, и мы хотим к нему обратиться как к шаблонному методу, мы должны написать вот так вот. То есть, предложим, у него есть метод foo, у которого есть один шаблонный параметр тип. Мы туда передаем int в данном случае. Так вот, нужно написать еще слово template. Вот просто так написать будет нельзя, поскольку в этом месте компилятор, когда смотрит на наш шаблон, он еще не знает, что же будет за C такое. Кстати, кассерт – это один вариант. И, в принципе, это довольно простой вариант. И он хорош своей простотой. Но мы сегодня видели другие варианты. Во-первых, мы только что видели вариант с частичной специализацией. Можно сделать частичную специализацию. Недостаток – то, что нам придется реализовать второй раз тело всего нашего класса. Чего, может быть, мы не хотим. Ну, я здесь вижу еще один вариант, который мы тоже сегодня видели. Не давать просто пользователю возможности задать произвольную коллекцию, дать возможность задать класс, точнее, шаблонный класс. А мы уже внутри его инстанцируем с нашим типом элементов. Какие здесь есть недостатки? Недостатки такие, что у классов DEC, Vector и прочих из стандартной библиотеки у них не один шаблонный параметр. У них есть другие шаблонные параметры. И, возможно, мы хотим дать пользователю возможность задать их самостоятельно. Мы, конечно, можем посмотреть, опять же, в документацию. Там у вектора… Что там есть у вектора? У вектора, наверное, какой-нибудь аллокатор есть. Я уж не помню. Ну, не суть важна. Можем дать возможность задать эти параметры. Вот так вот. Но тогда пользователю придется всегда их указывать, даже если ему подходит значение по умолчанию этих параметров. Потому что у всех этих классов есть значение по умолчанию для всех параметров, кроме первого. То есть нам нужно еще с этим что-то делать. В общем, тут тоже есть недостатки. Правда, в том примере, на который я ссылаюсь, который был у одного из студентов, там все на самом деле сводилось к тому, что можно использовать функцию advance. И там, по-моему, больше принципиальной разницы между итераторами разных категорий не было. И можно было обойтись вот без этих нюансов, в принципе. И все равно дать возможность пользователю задавать произвольный класс для реализации этой коллекции. Но единственный нюанс связан с тем, что должны типы элементов совпадать. Но да, тут, пожалуй, самого идеального способа, наверное, не существует. Мне кажется. Вот. Это что касательно специализаций. Чем еще можно сказать? При выводе шаблонных параметров есть нюансы. Кто бы сомневался? Мы видели пока вот такой вывод. Но он самый простой вариант, но не единственный. Вот еще один пример вывода более сложного. здесь параметров аргумент функции уже не просто совпадает с шаблонным параметром по типу. Он его в себя включает. И здесь у нас будет инстанциация уже для типов элементов нашего вектора. это очень мощный механизм, который напоминает паттерн-матчинг из функциональных языков. И можно сказать, что это такой паттерн-матчинг для бедных пользователей C++. Это простой пример. Кстати, мы отчасти такую штуку видели в частичных специализациях, когда делали из вектор трейд. Там похожий механизм. Мы это можем теоретически использовать, чтобы различать между несколькими шаблонами. Точнее, шаблонными параметрами, которых мы не знаем. Но это мы уже углубляемся в шаблонное метапрограммирование, на что у нас сегодня времени уже не хватит. А какое здесь есть ограничение? Вот мы делаем очень простую вещь. Казалось бы, поменялось очень мало что. У нас по-прежнему тип зависит от шаблонного параметра. Но вывод типа перестал работать. Даже если мы добавим, как нам намекает компилятор TypeName, у нас все равно все не работает. компилятор нам пишет я не могу вывести тип Т. Почему? Есть такое понятие, как выводимый контекст и невыводимый. И вот в данном случае у нас контекст получился невыводимым. Потому что здесь в функцию приходят аргумент типа, который зависит от шаблонного типа, но не сводится к нему напрямую, а является в данном случае его членом типом. И здесь автоматический вывод шаблонных параметров не работает. так что вывод шаблонных типов не всегда работает, к сожалению. Но на самом деле во многих случаях он работает, этого достаточно для хорошей жизни в целом. и я уже просто скажу буквально пару слов, уже время кончается, и я бы хотел через 10 минут уже закончить полностью. Когда речь заходит о шаблонных функциях и о специализациях шаблонов, у нас может случиться так, что мы, точнее компилятор формирует множество функций для разрешения перегрузки. Среди них есть шаблонные. Он подставляет, он пытается подставить шаблонные параметры, их вывести. И в этом месте возникает ошибка для каких-то конкретных шаблонных параметров. Так вот, во многих случаях эта ошибка не является жесткой ошибкой компиляции и не дает ошибку компиляции. А просто убирает этот вариант из множества для разрешения перегрузки. И нечто похожее работает с частичной специализацией. Это называется SFINAE, который расшифровывается как Substitution Failure is not an Error. И продемонстрировать это наверное можно вот так вот. Если очень быстро. то что это это смотрите есть две функции с одним именем когда мы вызываем функцию вот так вот компьютер рассматривает оба варианта но если он попытается развернуть этот шаблон подставить вместо t long точнее int то вот эта конструкция является ошибочной потому что у int нет никаких членов типов это базовый тип однако ошибки у нас не произойдет компилятор просто тихо уберет этот вариант из списка разрешения перегрузки и у нас вызовется вот эта вот функция хоть она подходит не идеально и шаблон бы подошел лучше если бы не было вот это вот аспекта это называется сфинае это помогает программам более внятно работать когда у нас есть разрешение перегрузки точнее не работать а компилироваться но также это послужило отправной точкой для целого пласта шаблонного мета программирования где этот механизм нагибают разные стороны чтобы получить те или иные интересные спецэффекты на этапе компиляции но про это сегодня мы уже не успеем поговорить в общем если очень вкратце и поверхностно то про шаблоны я вам рассказал какие у вас есть вопросы и и и и и и и и артём приводит интересный пример я бы сказал этот пример скорее остроумный чем интересный ну выглядит он вот так вот но это какая-то комбинация варианта который мы видели чуть раньше когда говорили про полиморфизм и который у которой есть аббревиатура crtp и того варианта который мы видели сегодня про множество наследования то есть видимо здесь есть потенциально какое-то множество классов определяющих какое-то поведение но при этом они также умеют возможно адресовывать работу в класс который от них наследуется ну а может здесь еще что-то более сложное используется а что про единственная задача где небольшие познания про многопоточность нужны вообще я хотел сделать отдельный вебинар про такое нежное введение в многопоточность я постараюсь это еще сделать в этом семестре успеть но в той задачи про md хендер там нужно просто уметь пользоваться mutex и блоки блокировками мы можем отдельно про это немножко поговорить если я не буду успевать с этим вебинаром вот но не прямо сейчас конечно с шаблонами и с иная тут есть еще чем поговорить ну даже если не углубляться уж совсем в мета программирования шаблоны в принципе есть определенные нюансы которые с ними связаны и которые возникают достаточно часто но опять же это уже разговор не для сегодня если интерес к этому есть можно попробовать до конца нашего семестра еще как-то про это поговорить хорошо давайте-то на сегодня закончим да мне уже пора бежать поэтому спасибо вам за внимание успехов в задачах оставшихся и до новых встреч